Ведран, рады приветствовать тебя на Рождаене. Ты всегда желанный гость, тебя не было здесь почти два года. Какие эмоции? Конечно, очень счастлив, что ты здесь. Спасибо клубу и вам, что пригласили сюда. Я надеюсь, что чаще будут приходить на Черкизу, потому что себя чувствую здесь как дома. Это всегда приятно слышать. Но мы хотели бы начать немножко издалека. Начнем с нашей недавней теплой встречи в Эмиратах. Многих удивило, что ты в свой день рождения нашел время, приехал на товарищеский матч Локомотива. Вообще, как возникла эта идея? Удивились ли в команде? Ждали ли тебя заранее? Я раньше знал, что они будут на сборах в Дубае. Я там отдыхал со своими, и, конечно, не упустил шанс, чтобы увидеть игроков и тренеров. С которыми я работал, конечно, не знали они заранее. Просто я пришел, спросил у Димы Лашкова, если я могу, согласился и пришел. Но обрадовались, да? Конечно, обрадовался. И я, и они пообщались на разные темы, что должны сделать, чтобы исправить эту ситуацию, в которой сейчас находится. Но было очень красиво и приятно. Мы видели, что ты общался с Владимиром Леоншенко, с генеральным директором Локомотива. Вас показывали вместе на трибунах. Есть ли не секрет, о чем говорили? Ай, это останется секрет. Не, просто... Он мне объяснил как и новые игроки пригласили. И просто как клубы стремиться избавить из этой ситуации. И, конечно, все позитивно. И просто... Я спросил... Моя личная вещь, что я как был в сборной Хорватии. И так... Просто совсем... Футбольные темы были. Понятно. Насколько я понимаю, как раз, наверное, в рамках этой встречи вы обсуждали, в том числе, твой приезд в Москву сюда на матч. Ну да. Но, если честно, уже перед этим... Через Стёпа и, конечно, много спортивных директора и генерального... Мы уже договорились перед Дубаем, что я приеду на эту игру. Поэтому... Это там только подтверждение было моего приезда сюда. Я надеюсь, что ты сегодня в теплом пространстве будешь смотреть футбол. Потому что все-таки минус пятнадцать за окном. Наверное, ты не очень скучал. Да, слушайте. Я играл, когда было минус двадцать в Томске и не знаю где то. Поэтому быстро привыкнусь. Но я надеюсь, что игроки на поле не замерзнут и что покажут хороший футбол. Надеемся. Я хотел бы построить наше с тобой общение немножко в том числе с исторической части. Потому что ты отдал Локомотиву девять лет. Были классные матчи, памятные голы. Начнем, наверное, с самого простого. Помнишь ли ты первый гол за Локомотив? Помню. Первая игра в Саранске с Мордовием. Падать от Шишкина. И гол главой, конечно, всегда был первый гол. Помнишь? Помню, что было очень странно играть на так маленьком стадионе после Бундеслиги и Премьер-лиги. Роман, кстати, сегодня на стадионе. Если хотите, можете пересечься и порепетировать. Он будет? Да, он планировал. Конечно, если будет, я, конечно, буду очень рад. В раз так совпало, да. Долго-долго хорошего не видел, поэтому буду очень рад. Вообще, ты забивал, ну, прямо скажем, не часто за Локомотив, но в целом это были достаточно памятные голы. Ты забивал и Зениту, ты забивал ЦСКА, ты забивал Спартаку. Может быть, какой-то прям особенный момент гол вспоминается или передача? Не могу сказать, что память есть только в этом первом голе и он останется на память мне от этого гола. Просто лучше смотреть меня как игрок, который хорошо играл и не дал противнику забитков. Поэтому я только о этом думал, но и жалко, что не забил больше голову. Потому что было очень много моментов. Ты чемпион России в составе Локомотива от лица клуба, от лица болельщиков. Я хочу еще раз тебе сказать за это спасибо. Мы очень долго этого ждали. И, безусловно, нам интересно еще раз прокрутить в голове эти яркие моменты и послушать какие-то истории из первых уст. Можешь немножко вспомнить чемпионский сезон? Ну, конечно, мне так было и с начала, давай скажем, не так хорошо в этом году, потому что я провал Ахил и первый час сезона пропустил. Но увидел, что мы уже в первый час футбола играли отличный футбол. И, конечно, всегда вспомнил эту игру с Зенитом в Питере. Когда мы провели отличную игру. И, конечно, встречу перед игрой с Зенитом в последней игре с Паличем. Палич был согласен и он был за Эдера. И, конечно, он просто хотел утвердить. Что он правильно думает. И мы просто его не должны были убедить. Просто были согласны с его решением. И видно было, что Палич был великим тренером, который не ошибается так. Но это безусловно. Но при этом Юрий Павлович, наверное, вас все-таки не до конца послушал. Потому что он выпустил Эдера только на 80-х годах. Самое важное было, что Эдера выпустит играть. Потому что было, что вообще не выпустит. Но, конечно, Эдера... У него, давай скажем так, два гола, которые и в Португалии, и мы здесь запомним на все времена. Возможно, какая-то интересная... Ну, ты рассказал уже про вашу встречу в Баковке. Ну, возможно, какая-то такая, если выразиться так, дикая история из раздевалки того времени. Потому что было много классных матчей и побед в дерби. Именно в рамках чемпионского сезона. Ну, да. Уже прошло, не знаю сколько, пять лет. Не могу что-то сказать. Я знаю, что атмосфера у команды была отличная. И просто были классные люди в этой раздевалке. Лидеры, которые хотели добиться этих побед. И вспомню это только, что все мы были как одна семья. И, конечно, это было видно и на поле. У тебя, помимо чемпионства, еще четыре кубка России и суперкубок. Вопрос, наверное, не про то, как тяжело было добыть эти кубки, а вопрос приятный. Из какого кубка удобнее пить шампанское? Или пиво? Для меня вот эти последние. Конечно, каждый из них важен. Но эти последние, потому что закончишь, вот как я закончил, и карьеру, и все с трофеем. Всегда это было для меня очень приятно. И подтверждение, что эти девять лет в «Локомотиве» были успешны. Это здорово. Открою небольшую тайну. Ты чуть позже пойдешь в клубный музей общаться с нашими болельщиками. И за твоей спиной как раз будут в том числе и те трофеи, которые ты помог нам выиграть. На самом деле, благодаря тебе, наша коллекция музея выглядит очень и очень солидно. Гораздо солиднее, чем у некоторых московских кубов. Благодаря команде, конечно. Спасибо тебе. Давай немножко вспомним о одноклубниках, с которыми ты играл в «Локомотиве». В том числе о Лёше Миранчаке и Хвиче Корацхеле, которые сейчас играют в итальянском чемпионате, добиваются больших успехов. Скажи честно, насколько рано ты понял, что из них вырастут действительно большие топовые футболисты? Ну, уже видно, что у них талент есть. И с начала ты можешь видеть, если кто-то отскакает по таленту от других футболистов. Видно было сразу, что у них талент есть, но с большим объемом работе, а они достигли своих успехов и играют сети час на очень высоком уровне, потому что талент недостатичен для этого, только что они сейчас делают. И просто мне всегда было приятно увидеть, когда я так молодые игроки хотят уехать и играть на высоком уровне. Как ты думаешь, итальянский футбол им подходит, итальянским чемпионам? По подходит, просто ты должен, если ты хороший футболист, ты должен уметь в каждой лиге играть. И Хвича и Лёша показывают, что они привыкнули с этой лиги и играют на очень высоком уровне. И это показывает, что не важно в какой лиге они играют, они могут справиться со всеми задачами. Вернемся к нынешнему составу. Ты следишь за играми Локомотива, это не секрет. Сейчас в центре защиты играют Стас Макеев, Егор Погоснов, новичок Конти, совсем скоро восстановится Лукас Фасон. Ваня Кузьмичев, какой бы совет ты мог бы им дать? И вообще, насколько ты оцениваешь их игровые качества? Где может быть им добавить? Конечно, тяжело. Тяжело сейчас, какой совет дать. Очень много игр, я смотрел, и просто команда, как команда, они сейчас не играют как должны играть и как могут играть. Думаю, что качество этих игроков высокое, но должны и могут играть лучше. Совет какой-то дать сейчас не буду. У них есть новый тренер, и я думаю, он здесь человек, который должен давать советы и попробовать исправить эту ситуацию. Да, ну тут скорее мы обращаемся к тебе как к эксперту, потому что ты был классным центральным защитником. Возможно, у тебя есть какой-то ряд рекомендаций, даже не только для действующих ребят, а для молодых игроков Академии. На что им обращать внимание? После счастья ребята, которые готовились совсем скоро, должны попасть в основной состав? На работу всегда надо больше работать. Даже если... И когда думаешь, что ты уже работаешь, много должен работать еще больше. И без работы, я говорю, работаю там в зборни с Модричем, когда вижу сколько вам времени проводить и думать о своем теле, так надо делать. Если хочешь играть на высоком уровне, и хочешь быть лучше от своей конкуренции, всегда надо работать больше. В интервью портала «Чемпионат» ты составлял символическую сборную из игроков, с кем ты играл в «Локомотиве». И, в частности, нас... Ну, не то что удивил, но, наверное, немножко так вызвал вопрос, и твой выбор в паре центральных защитников. Ты выбрал «Морила». Можешь рассказать подробнее? Почему? Потому что для меня он отличный игрок. Мне скажут, что я играл с очень много хороших центральных защитников. И Саба, и Пейча, и... и Ян, и Дурикца, то, что был там, Бурлак, даже в начале моей карьеры в «Локу». Пабло. Са очень много. Все они качественные, но... Думаю, в этой последней линии мне скорости не хватало, поэтому с Мурилем он бы мне все там за спиной догонял. Для меня Мурилё просто отличный игрок, и я его два-три раза смотрел сейчас как он играет в Бразилии, и не жалко, что он нет сейчас в команде. Ну, надеемся, наши молодые ребята восполнят эту потерю. Ветерин, хотелось еще вспомнить несколько эпизодов из твоей игровой карьеры. Я смотрел множество твоих матчей и по ТВ, и с трибуны, и меня всегда поражал один факт из твоей футбольной биографии. Ты постоянно ловил всех нападающих на один достаточно похожий финт, к которому вроде как все были готовы. ты немножко перекладывал корпус и замахом убирал очень много игроков. И даже некоторые игроки в других командах жаловались, что Ветерин постоянно делает одно и то же, но у него это проходит. Где ты этому научился? Не, это просто чувство играть. Конечно, ты на улице очень много научишься. Среди час даже и в Хорватии очень мало людей где ты играешь на улице. Думаю, ми пси, ранше, тебе никто технику не научит. Это у тебя есть или нет? Очень тяжело научить технику в клубе или не знаю где. Технику изучишь и это дриблинг и все на улице. И просто, я думаю, это, осталось от улицы. Но для меня всегда самое важное для защитника чтобы он был хладно крлин. И я думаю, у эти моменты я всегда ждал до последнего момента чтобы нападающий, конечно, меня блокировал. Потом уже, когда он блокирует, он не может, конечно, разворнуться, если я убираю мяч по нему. Поэтому вот. Ну, это вызывало чистый восторг. На трибунах всегда. Конечно, это всегда красиво, но иногда потеряешь мяч, пропустишь и все на мяч поливаются. Ну, ладно. Ведрен, сегодня фанаты Локомотива обращают тебе одну из самых престижных наград среди болельщиков. в стальной рельс. И ее вручали многим легендам. Дмитрию Ласькову, Олегу Пашинину, Дмитрию Сычеву. Что это значит для тебя? Очень много. Потому что всегда эти награды отдают там каким-то нападающим, плеймейкерам, и, конечно, как центральным защитникам. и очень приятно, что болельщики видели, что я был так хорош в этом году, и что они ценят, что я сделал в этом году за Локомотив. И, конечно, очень приятно. и жалко, что больше прайза не получил. Что бы ты мог им сказать сейчас перед возновлением сезона? Что они из сердца клуба. Они эти люди, которые всегда остаются с клубом. Потому что игроки, руководство, и мы все уходим и меняем все, но они, которые стоят на тревине, они не меняются, да? Они и стадионы остаются здесь. Поэтому я надеюсь, что они у этой, такими трудными временами останутся там, где всегда были, и поддержат клубы, и все места выбираемся из этой ситуации. Обязательно. Ветров, огромное спасибо, что приехал к нам. Когда снова ждать тебя в гостях? А, когда пригласят меня. Когда пригласят, я всегда приезжаю, но никто не пригласил раньше. Ну, мы будем справляться, будем приглашать чаще. Спасибо тебе огромное. Спасибо за время. Спасибо.